Репродуктивное здоровье Репродуктивное здоровье В стенах детской поликлиники проводится расширенный скрининг, в рамках которого девочку обследуют на гормоны, делают УЗИ репродуктивной сферы и проводят осмотры врачом-гинекологом. Это очень хороший спектр медицинского вмешательства, который дает понятие о том, как девочка себя чувствует в данный момент. Это что касается детства. Данный кабинет, в котором мы с вами находимся, это кабинет по лечению бесплодия и невынашивания беременности. Именно тут решается большинство проблем женщин, связанных с репродуктивной системой. Мы на прямой связи с федеральными центрами. Мы работаем в связке со всеми специалистами, которые помогают нам решить проблемы с бесплодием или с невынашиванием беременности. Вот наш центр планирования семьи, он имеет нескольких специалистов и каждый из нас в той или иной мере заинтересован или в сохранении, или в восстановлении репродуктивного здоровья и в целом здоровье женщины. Далее есть женская консультация, которая занимается беременными женщинами, диспансеризацией и наблюдением за течением беременности. У нас недавно была замечательная акция. В наш перинатальный центр приезжали специалисты самого крупного в России центра акушерства и гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Специалист, врач, акушерогинеколог, репродуктолог. И вот, что очень важно, приезжал врач-андролог. Наши мужчины, ну, наверное, не только наши, в целом мужчины как-то менее охотно обращаются к врачам. И поэтому мы облегчили, так сказать, им вот это обращение поиск докторов. И к нам приехал совершенно роскошный врач, который у нас проводил прием. И теперь мы имеем возможность телемедицинских консультаций с врачом-урологом-андрологом, который занимается мужским репродуктивным здоровьем, которое, кстати, не менее важно, чем женское. Поскольку, вот когда мы открывали старые учебники, да, по бесплодию, и там была статистика определенная. Но в последние годы мы же пережили пандемию, мы пережили там целый ряд событий, мы приобрели болезнь цивилизации. Мы это человечество в целом, ну и граждане России, да. И поэтому статистика в плане бесплодного брака, она немножечко изменилась. То есть мужской фактор, он имеет место быть. И он занимает значимую часть в структуре бесплодия в целом. Так вот, очень рады мы будем и дальше сотрудничать с центрами во имя того, чтобы помогать нашим пациентам. Облегчить им вот эти, все знаете, подготовку документов лечения. И получать даже консультации самых квалифицированных специалистов страны. Поскольку, как я говорила, это Кулаковский центр, это центр самого высшего уровня. В начале апреля Республиканский перинатальный центр готовит к проведению еще одной акции. 5 апреля она будет посвящена женщинам, которые готовятся стать мамой. И мы хотим очень красочно и красиво провести вот этот праздник, да, День беременных. Для того, чтобы каждый понял, что быть мамой, быть беременной, это не только почетно, это не только здорово, но это еще очень красиво. Ну что может быть красивее беременной женщины? Той, которая дает жизнь, новую жизнь. Просто вдумайтесь, какое чудо вот наблюдать за тем, как женщина, ну вот допустим она ходит по своей проблеме, излечивается, беременеет и получает малыша на руке. По-моему, мой истоков какого-то чуда. Репродуктивный возраст – это период в жизни человека, когда он способен завести детей. Все это время репродуктивная система находится в активном состоянии. А это значит, что ее здоровье следует поддерживать, а возникающие проблемы устранять. Ведь даже если мужчина или женщина не планируют пополнение в семье, нарушения в работе органов этой системы серьезно ухудшают самочувствие, не лучшим образом влияют на качество жизни и могут стать источником серьезных неприятностей. Когда мы с вами говорим о вступлении в беременность, как вы правильно подметили, то возраст беременных, он несколько продлился. Возраст вступления в беременность, он несколько продлился. Вы знаете, наверное, это очень здорово. Осознанное материнство – это тот момент, когда ребенок получает от своей мамы не только внимание, но и в большинстве своем женщин уже в более таком зрелом, взрослом возрасте, они имеют определенную материальную базу. И дети могут получать очень много, допустим, образования. Мама может вводить в какие-то кружки. И мы очень любим женщин, которые вступают в беременность в зрелом возрасте. Конечно, к женщинам старшего репродуктивного возраста при беременности внимание усилено, потому что мы понимаем, что уже и полболячик определенных за жизнь накопился, да и определенные генетические есть риски. Но все это отслеживается, всем этим мы занимаемся, поскольку у нас много специалистов и отделения, которые ведут беременную женщину. Это и генетика, и женская консультация, ну и прочее. В России многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей. Государство поддерживает такие семьи льготами и пособиями, чтобы им было легче растить будущее поколение. Однако современные молодые семьи не стремятся к статусу многодетной и соглашаются на одного, в лучшем случае двух ребятишек. Когда мы касаемся многодетных семей, стало ли их больше или меньше? Ну, наверное, по сравнению с нашими бабушками стало меньше. Помните, правила трика, киндер-кюхен, еще там третийка какой-то. Да, сейчас женщина, она реализована во многих сферах. Женщины делают карьеры, женщины участвуют в общественной, политической жизни, рожают детей. Да, в принципе, карьера мамы, она, знаете, она трудоемкая. Ведь мама — это действительно большой труд. И при этом работающая мама — это труд вдвойне, а то если трое детей втройне, а если четверо, то в четверне и так далее. Поэтому, если у нас многодетный, да, однозначно есть. Но вместе с тем, вы посмотрите, во скольких сферах количество женщин-руководителей. А ведь материнских обязанностей никто с них не снимал. Поэтому, когда мы говорим о многодетности, мы всегда должны говорить, что у нас есть мамы многодетные, но они же параллельно еще карьеру строят. Наши женщины — это просто супер-женщины. Вот я считаю так. Вопрос — когда надо начать заботиться о репродуктивном здоровье? Если я скажу, что заботиться о репродуктивном здоровье потомков должна мама, вот это будет правдой. Потому что та мама, которая готовится к беременности, она готовит к рождению здоровое потомство. А общее здоровье — это равно репродуктивное здоровье. Поэтому чем раньше обратиться мама девочки для диспансеризации, осмотра, подтверждения, что с ее дочечкой все хорошо, тем лучше. И для этого, я еще раз говорю, у нас есть все возможности. Есть врач-увенолог, есть целое отделение подростковое, детское. И поэтому, пожалуйста, обращайтесь, мы все будем делать. Но особую настороженность должен вызывать подростковый возраст, период становления женской функции. Он очень яркий, это как маркер. Он показывает все проблемы в организме. И с манифестом подростка, как девушки, вот в этот момент обязательно нужно детей проводить к врачу, дочерей своих, и смотреть, как протекает становление вот этой самой девушки. Проходить все необходимые мероприятия, вот как я говорила, расширенные скрининги, гормональные и ультразвуковые, и осмотры. Ну и, соответственно, наблюдать, как дочечка растет, развивается. Я думаю, так правильно. Не часто можно увидеть мам и их дочек в очереди на прием к ювенологу, специалисту-гинекологу, работающими с девочками-подростками. Что это? Чувство неловкости, стыда, боязнь осуждения? А почему к стоматологу не стесняются водить тогда? Ну, мне кажется, что обязательно надо дочерей водить и знать, что эта вода очень здоровая, что у нее все окей. Потому что завтра она будет становиться мамой. Гораздо легче предотвратить проблему, чем получить ее. Как-то я сказала, что есть так называемые болезни цивилизации. Вот, например, лишний вес. Наши подростки все имеют спокойный доступ к любому гипермаркету, супермаркету, где они могут купить себе напитки сладкие, батончики сладкие. И зачастую вот даже мамы знать не будут, сколько сладких батончиков или сладких напитков газированных или энергетиков, не дай бог, там съели, выпили их дети, их девочки. И часто у детей мы наблюдаем лишний вес. Вот в период становления функции девушки, да, менструальная функция, вот этот лишний вес может сыграть как минус зачастую, да. А еще другая есть проблема – дефицит массы тела. Опять-таки и он может сыграть как минус. И поэтому отслеживание репродуктивной функции надо, я считаю, поручить специалистам. Вот когда у твоей девочки все будет хорошо, ты получишь документ, что она здорова, что с ней все замечательно, вот тогда, пожалуйста, уже растите, выходите замуж и приходите за детками. А до тех пор святая обязанность каждой мамы – быть уверенной, что ее дочь здорова. Ну или помочь ей стать здоровой, если имеются какие-то проблемы. Перинатальный медицинский центр в Черкесске – это специализированное высокотехнологическое медицинское учреждение, где проводится диагностика и лечение бесплодия. Оказывается, помощь в вынашивании беременности, проводятся роды и послеродовые ведения как мамы, так и ребенка. Здесь все работают в интересах и во благо будущей семьи, здоровой мамы и будущего малыша. Субтитры создавал DimaTorzok